Это видео будет полезно тем женщинам, которые утратили себя рядом с мужчинами, чувствуют себя дискомфортно, нелюбимыми, понимают, что мужчина перестал заботиться. Но, так как неуважение очень часто транслируется достаточно завуалированно, многие женщины начинают думать, что это с ними что-то не так, и ей нужно обращаться к психологу, а может быть даже к психиатру. Может быть вас туда отправляет уже ваш мужчина. Говорит, иди обратись к врачу, потому что с тобой явно что-то не так. И давайте начнем. Первый очень интересный момент. Мужчина транслирует свое неуважение к женщине, если не выполняет данных ей обещаний. Точка. Могут быть разные обстоятельства, я согласен. Пообещал что-то, форс-мажор, какие-то погодные условия, срочно вызвали на работу, срочная командировка, кто-то заболел из родственников, либо сам заболел. И не получилось. Но это исключение из правил. Если мужчина дал вам обещание и при этом его не исполнил, это один из очень существенных показателей, что он вас не уважает как женщину. То есть не воспринимает вас как личность. Я приведу очень простой пример. Есть категория мужчин, которые наплевательски относятся к своим женщинам, но при этом заносят свою задницу всему близкому окружению, знакомым, друзьям, каким-то подругам, каким-то родственникам. Они для всех хотят быть хорошими. Почему? Потому что там наверняка есть какая-то выгода в общении, там есть желание сохранить свое лицо, не выглядеть в их глазах балаболом. Потому что он понимает прекрасно, что с таким мужчиной, который не отвечает за свой базар, будем говорить простым языком, никто не будет общаться, кроме одной наивной женщины, которую по какой-то причине он не уважает, находится с ней в отношениях и думает, что это абсолютно нормально. То, что касается вас, дорогие мужчины, нас, мужчины, вы должны понимать очень простую вещь. Если отсутствует степень уважения по отношению к своей женщине, значит вы перестали уважать себя. И ваше желание почувствовать себя значимым человеком вы пытаетесь подтвердить за счет того, что угождаете всем другим. Понимаете? То есть обесценив свою женщину своим балабольством, вы потеряли уважение к себе. А когда мужчина теряет уважение к себе рядом со своей женщиной, он начинает немножечко волноваться. Это очень некомфортное состояние. И заносит задницу перед всеми другими. Поэтому расслабьтесь. И для того, чтобы у вас не было таких энергозатрат и вы не пытались всем вокруг угодить, начните сдерживать свои обещания по отношению к своей женщине. Следующий очень важный момент. Как может мужчина проявить свое неуважение? Это, конечно же, ограничивание развития женщины. То есть мужчина ограничивает вас в развитии. При этом очень многие мужчины любят это прикрывать некой заботой. Я не хочу, чтобы ты перетруждалась. Я буду за тебя переживать. Это тебе не надо. То тебе не надо. То есть мужчина делает все возможное, чтобы женщина была такой предсказуемой, удобной, неинтересной, несоциализированной, непроявленной. Чтобы она не была в развитии. Чтобы она сидела у окошка и, пуская, значит, горькую слезу, вышивая и там либо спицами вяжет она ему носки теплые и ждала его с работы. И смотрит там где-то снегопад. И он там появляется в этой дымке, постепенно-постепенно приближается к ней. И она все протирает эту слезу, подбегает к зеркалу, поправляет макияж, приводит себя в порядок, выстроила детей. Помните, как в этом фильме Афоня, когда он там представлял себе и мечтал, как он, значит, женился там на этой женщине, которая приходила раковину чинить. И потом еще и с, простите, взаиматься, блядь раковину, у чувака, блядь, и принес ей. Типа, на, держи, это тебе подарок. Вот. Помните этот момент, когда он там приходит с работы, там такой сруб, в котором они живут, значит, и она вся красивая, такая русская красавица. И там, значит, дети сидят послушные, да, они там не перечат папе, уроки сделали. А он сидел такой на столе, да, как хорошо, какая он не идеальная семья. Вот, видимо, так должно происходить в ваших отношениях. На самом деле, нет. Отсутствие развития у женщины формирует отсутствие интереса у мужчины. И действительно, многие мужчины из-за своих каких-то внутренних комплексов, из-за неуверенности, хотят усадить свою женщину в клетку, чтобы ее никто не замечал и не видел. Но при этом они хотят, чтобы она восхищалась этим мужчиной. Но мы же понимаем, что развитие женщины очень часто соприкасается с ее ценностями, с ее аутентичностью, с ее самоактуализацией. И что такое самоактуализация? Она может быть абсолютно разная. Эмоциональная самоактуализация. Внимание, будьте внимательны. Смотрите, женщина мечтает в отношениях с мужчиной проживать такие состояния, как радость, восторг, эмоциональность, удивление, умиление и так далее, и так далее. И если она все это получает в отношениях, значит она в них самоактуализирована, то есть удовлетворяется ее запрос. Если она этого не получает по каким-то причинам, это отсутствие самоактуализации. Так вот, очень часто женщина не может реализовать свои ценности, проявить их. Соответственно, это отсутствие той самой самоактуализации, которая приводит женщину к чему? К раздражительности, к неуважению по отношению к мужчине, нежеланию что-то для него делать. То есть у нее пропадает вот этот огонек и искорка в глазах. И безусловно, вот таких не самоактуализированных женщин очень много. У меня на программе, я такая одна удобная или уникальная, я очень подробно разбираю пирамиду потребностей маслу, где мы с вами анализируя степень удовлетворенности ваших потребностей, начиная от базовых до самоактуализации, а самоактуализация это высшая ступень реализованности личности, то многие из женщин приходят в состояние шока. Потому что диагностируя себя, они понимают, что даже на самом примитивном уровне базовых потребностей они не закрыты. Представляете? Эти потребности не закрыты. Что уже говорить про самоактуализацию? Почему так происходит? И как женщине сформировать из себя психологически зрелую личность, чтобы мужчина ее слышал, прислушивался и сам был заинтересован в том, чтобы она развивалась? Мы об этом будем говорить с вами на пятидневной бесплатной международной программе. Никуда не нужно ходить, достаточно, чтобы у вас был интернет из любой точки мира. Регистрируемся под этим видео и принимаем участие. Третий момент очень важный. Не обращает внимания на потребности своей жены. То есть с пренебрежением относится к тому, о чем она мечтает, о чем она говорит, на что бы она себе хотела приобрести. Это касается абсолютно всего. И бытовых расходов, и ее личных расходов, и приобретения каких-то сопутствующих там товаров, которые могут помочь ей, значит, заниматься любимым делом. Это касается одежды, это касается лекарства, это касается отдыха, это касается сна, это касается абсолютно всего. Вот пренебрежение относится к такому виду насилия, как неглект. Неглект считается одним из самых опасных видов абьюза. Почему? Потому что мужчина может не бить, не унижать, не обзывать, не пить, не наркоманить, работать. Но при этом из-за своей внутренней скупости, из-за своей жадности, из-за своей невнимательности и нежелания быть в контакте с женщиной, он отстраняется от нее и от ее потребностей. Это может доходить даже до того, что женщина будет плохо себя чувствовать, лежать с температурой, он будет настаивать на сексе. Если она откажет, он будет обижаться, психовать. Либо он может придираться к тому, что женщина, например, решила выспаться, а он, видите ли, бедный, несчастный, маменькин сынок сидит там голодный. Такие мужчины очень часто пренебрегают сном своей женщины. Он проснулся, она спит, он ходит, хлопает дверьми, громко говорит по телефону, заходит в ванну. Все, сидит там вот этим стаканом с чаем, звенит этой ложкой. То есть абсолютное пренебрежение к тому, что рядом с ним есть другой человек. То есть он своим поведением показывает вам, что я тебя не замечаю, тебя нет. Твои потребности – это твои проблемы. Ко мне это не относится. Это еще одно подтверждение тому, что вас не уважает мужчина. И я коротко напомню, что на моей программе «Удобная или уникальная» мы в том числе не гликотрассматриваем. Там есть масса признаков, которые говорят о том, что вы находитесь в таких насильственных отношениях. И как показывает практика многих специалистов, помогающих профессии, психологи, психотерапевты, такие женщины очень часто сталкиваются с расстройствами психики, с расстройствами гормональной системы, болеют, там психосоматический фактор проявляется. Поэтому будьте внимательны и не проигнорируйте моего приглашения. Четвертый способ проявить неуважение со стороны мужчины по отношению к женщине. Когда ваш мужчина в присутствии своей женщины, то есть вас, демонстрирует заинтересованность другими женщинами, пристально разглядывает их, пытаясь обнаружить какие-то прелести и сексуальные формы. Когда он начинает сравнивать свою женщину с другими женщинами, естественно, не в пользу своей женщины. То есть она всегда в проигравшей позиции. Безусловно, это свинство и неуважение. Я объясню сейчас почему. Смотрите. Мое личное мнение, что мужчина должен вкладываться в свою женщину. Я в этом убежден. Как вы считаете? Напишите в комментариях, пожалуйста, да или нет. И здесь очень важный момент. Почему я так утверждаю? Потому что и история, и жизнь многих великих людей показывает, что мужчина зрелый, уважающий себя, достойный, всегда будет делиться со своей женщиной победами, достижениями. И, соответственно, он будет заинтересован в том, чтобы он как личность, как статус, как мужественность отражался в том, как выглядит его женщина. Как она одета, как она себя чувствует, что она ест, на чем она ездит, где она отдыхает. Для любящего мужчины это очень важно. Все остальные рассуждения это давайте мы оставим для несозревших мальчиков. Пускай они дальше утверждают, что женщина должна позаботиться о себе сама. Да, она может и о себе позаботиться. Она может работать, зарабатывать деньги. Никто не говорит, что она сидит на мужской шее. Но это же комплементарность, это же кайф, это расширение масштаба личности поухаживать за своей женщиной. Так вот вопрос к тем мужчинам, которые при своей женщине восхищаются другими. Первый. Как вы считаете, почему эта женщина такая красивая, ухоженная и сексуальная? Ответ. Наверняка у нее есть любящий, заботливый мужчина, с которым она счастлива. И вы по факту привлекаетесь не на красоту и ухоженность другой женщины, а на достижение другого мужика, потому что вы их обнаруживаете вот в той самой красотке. Даже, допустим, если это не так, эта женщина умудрилась заработать на все это сама. И если тебе твоя женщина не нравится, это вопрос к тебе. Да, бывают разные ситуации. Есть мужчины состоятельные, дают своим женщинам деньги, а и тем вообще настрать. Они не заботятся о себе и не ухаживают. Это уже, понятно, проблема. Но давай своей женщине возможность быть другой. Покажи ей, какая она другая. С хорошим мужиком женщина всегда расцветает. С каким-то недомужиком она всегда будет в стрессе, замученная, униженная, с мешками под глазами, не выспавшаяся, какая-то вся замороченная проблемами. Несчастливую женщину легко узнать. Даже если она будет лицемерить и придет в компанию со своим мужем и будет всем мило улыбаться, лживая улыбка женщины чувствуется всегда. А особенно другие женщины, счастливые, считают эту информацию в 3 секунды. Поэтому это очередной признак неуважения мужчин. Сюда же можно отнести тот факт, что ваш мужик постоянно переписывается с какими-то женщинами, сидит на сайтах знакомств, постоянно заполняет свою ленту полуголыми тёлками, подписывается на них, добавляется к ним. Сделай всё возможное, дорогой мой друг, чтобы ты был в восторге от своей женщины. И тогда будет всё прекрасно. Пятый пункт очень важный. Это отсутствие помощи женщины. О чём идёт речь? Есть такая категория мужчин, которые убеждены, что есть некие мужские и женские обязанности. Внимание! Как говорит семейная психология? Я это вам говорю сейчас как преподаватель психологии, как ректор института, который в принципе эту дисциплину ведёт. О чём говорит семейная психология? Семейные отношения. В каждой семье есть определённый набор ролей и функций, которые выполняются. Согласно семейной психологии, в семье действительно может быть индивидуально субъективная форма семьи. Например, когда мужчина и женщина договариваются между собой, что я вот зарабатываю деньги и в большей степени несу ответственность за нашу семью, за то, чтобы поехать на отдых, купить недвижимость, квартиру, дом, машину, неважно. А ты, моя дорогая, в большей степени, например, занимаешься домом и детьми, но при этом ещё какими-то развивашками своими. Если эта семья договорилась, всё прекрасно, здорово. Бывает наоборот. Когда у женщины получается зарабатывать больше, чем у мужчины, и мужчина берёт на себя определённые функции по быту, которые, в принципе, не может закрывать жена, потому что она занята. Имеет право такая семья на существование? Имеет. Там есть определённая специфика, но если это два зрелых человека, они всегда договорятся. Это может быть семья, где функции распределены поровну. То есть, работает муж, работает жена, всё одинаково. Это договорённость. Так вот, вот в такой семье такого понятия, как мужские и женские обязанности, быть не может. Один из показателей психологически зрелого мужчины, незакомплексованного мальчика, говорит о том, что если он видит, что его жене плохо, она уставшая, она замоталась там при приготовлении праздничного ужина, и гости разошлись, от него ничего не отвалится, если он молча возьмёт тарелочки, уберёт их со стола, скинет там в помойку остатки еды, ну и как минимум заложит их в посудомойку, или даже ладно, просто сложит их в раковину, протрёт стол, и они пойдут спать. То есть, это элемент заботы, это элемент коммуникации в отношениях, когда я заинтересован в том, чтобы тебе было хорошо, а ты заинтересована в том, чтобы мне было хорошо. Потому что бывают такие моменты, когда женщина включается в какое-то решение вопросов, которые, например, мог бы решить мужчина, но она, видя занятость своего мужчины, его уставшись, там выгорание какое-то, берёт на себя выполнение этих функций. Так вот, когда рядом с вами мужчина, который постоянным образом тычет вас, это твои обязанности, это твои женские обязанности, здесь можно сделать очень простой вывод, самый простой. Вот смотрите, я часто спрашиваю мужчин, ты бы хотел свою женщину видеть всегда яркой, красивой, сексуальной, отдохнувшей? Да, конечно. Как она это может сделать, если она работает с тобой наравне? Никак. Точка. Ресурс женщины не такой, как у нас. В условиях стресса она сможет даже переплюнуть женщина, в условиях обычной жизни она не способна на это. Почему, если вы обратите внимание на нормативы в спорте, Олимпийские игры и так далее, и так далее, везде есть абсолютно разные требования к мужчинам и к женщинам, потому что женщина слабее, понимаете? И она не может так же, как вы, 10 часов отпахать, прийти, наготовить ужин, наготовить котлет, настирать, нагладить, сделать уроки с ребенком, вас уложить спать еще и пока вы там засыпаете, удовлетворить вас сексуально и при этом остаться яркой и красивой. В таком случае, дорогие мужчины, наша задача сделать все возможное, чтобы мы научились зарабатывать столько, чтобы женщина не работала, чтобы она сидела дома, ходила в салон красоты, занималась спортом, открыла свое любимое дело, продавала свои кружева, там какие-то, либо еще что-то, и тогда все будет прекрасно, тогда нормально, потому что, конечно, ты можешь договориться с ней, я зарабатываю, ты за домом смотришь. И даже в этом случае, даже если мужчина много зарабатывает, его женщина не принимает никакого участия в добыче материальных средств, это тоже не говорит о том, что если ее нужно поддержать где-то и даже помочь ей, что, значит, это он перестанет быть мужчиной, и обязательно нужно ее обвинить, что это твои женские обязанности. У меня в окружении очень много состоявшихся мужчин, богатых, очень богатых, очень-очень-очень-очень богатых, понимаете? И миллионеры, и мультимиллионеры, и хер знает, сколько там у них денег, это вообще не мое дело. И когда ты смотришь на такого мужчину в общении со своей женой, я приведу элементарный пример, сидим мы в компании, собрались, у нас там было человек 18, естественно, там очень многое из того, что было на столе, приготовлено руками его жены. Он там, как хозяин дома, жарит мясо на мангале, значит, мы там ему помогаем, все, сделали все дела, посидели, ну и решили все расходиться уже. И она сидит просто без задних ног, вот по ней видно, что ей хреново. И они еще разговаривают, сидят там с девчонками, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Этот мужик молча, молча, блин, ребят, там кто чай будет, то, что будет, и там пришла его мама, значит, начала делать чай, он тихонечко взял там какую-то мисочку, подбрасывал эти объедки с тарелок, блин, сложил, куда-то отнес. И, честно вам сказать, реакция других женщин была вот с такими глазами, они были удивлены. Его никто не просил об этом, ему никто не говорил об этом, ему никто не намекал, у них не было какой-то договоренности, что я накрываю, ты убираешь. Нет, это просто забота о своей женщине. Ему так захотелось. И если бы в этой компании был какой-то закомплексованный лох, он бы потом приехал в компанию своих друзей лохов и рассказал бы о подкаблучнике, там еще кто-то. Понимаете? Показатель зрелого мужчины это отсутствие попыток самоутвердиться за счет своей женщины. Понимаете? Он будет скромным со своей женщиной, но на улице будет борзым. Он будет любящим и нежным рядом со своей женщиной, а на улице будет создавать вид, что он горло перегрызет, если ты именно так на него посмотришь. Это его выбор. Это то же самое, что уничтожать то, что вы себе купили. У вас есть, например, конь. Вы любите лошадей. Купили себе жеребца классного. И он у вас стоит там где-то в конюшне. Неужели вы будете приходить к нему и пинать его ногами, заставлять его мерзнуть, держать его голодным, издеваться над ним, чтобы самому утвердиться, чтобы показать, что ты имеешь власть над этой животиной? Конечно, нет. Конечно, нет. Благородный, уважающий себя мужчина будет вести себя по-другому совершенно. А мужчина, который не уважает свою женщину, он внушит ей, он ей вынесет весь мозг. У тебя здесь пылинка, здесь солинка, здесь ты слушай, ты научись, сука, зарабатывать столько, чтобы ты нанял двух горничных, которые будут ходить по твоей квартире с круглые сутки с пылесосом, блин, Дайсон там, или каким-то еще всасывающим, все, что можно всосать, главное, чтобы тебя туда не всосало еще, и убирать там влажную уборочку. И найми чувака, который будет проходить со специальной бумажкой и проверять стерильность того, что там было сделано. А женщину свою оставь в покое. чтобы понаходили себе рабов. То есть по факту такой мужчина пытается отыграть роль рабовладельца со своей женщиной. Так если ты такой пи***ый, найми себе реальных людей, которые получают за это деньги, не рабов, а людей, для которых это работа. Они будут получать за это деньги. И ты имеешь абсолютно полное легитимное право за эти деньги спросить. Зайти в комнату, сказать, так, почему здесь пыль? Под моей статуэткой, матрешки. Ой, простите, простите, Сергей Петрович, сейчас мы все уберем. Так, почему здесь чашка, блин, не до конца вымыта? Почему, когда смотришь на свет, там виден желтоватый налет? Ну, так, слушайте, вот за это вы можете, спрашивать с этих ответственных работников. Вы муж и жена, и отношения даны не для того, чтобы один узурпировал, был тираном по отношению к другому человеку. Это надо запомнить. Следующий очень важный момент, это, конечно же, постоянная критика. Критика тоже относится к нарушению границ личного пространства, если она не конструктивна. Конструктивная критика, как правило, транслируется через я-послание, мне неприятно, я недоволен, я разочарован и так далее, и так далее. При этом, эта критика действительно может касаться, ну, каких-то ошибочных действий, не только женщины, но и мужчины. Такое есть везде, всегда, во всех отношениях. Но, когда критика основана на том, что я не принимаю тебя, например, с твоим телом, хотя с таким же телом он на вас женился, ты глупая, ты тупая, ты больная, ты не такая, ты плохая мама, ты плохая хозяйка, ты плохая подруга, ты плохая жена, ты плохая сотрудница, ты плохой человек, у тебя все плохо, у тебя руки из жопы, ты говоришь глупости, твои мысли и действия и идиотизм, твое мнение просто зашквар какой. То есть, вот он все обесценивает в ней через критику. И что бы эта женщина ни сделала, он постоянно находит повод ее раскритиковать. Постоянно. Он атакует ее. Это все относится к насилию, к абьюзивным отношениям. Возникает вопрос, первый к мужчине. Скажи, пожалуйста, а ты себе, зачем выбрал такую дуру? Ну, ты же как бы говоришь, что она какая-то не такая, значит, она не соответствует твоим потребностям. Ну, какая-то больная дура, наверное, да, в твоем понимании. Почему бы тебе не встретить женщину, которая будет соответствовать твоим идеалам и нормам? Ну, это же какая-то проблема для тебя, что ли? Ты же такой классный. Видимо, очередь будет стоять. Иди, найди такую женщину, которую ты не будешь критиковать, которую ты не будешь обесценивать. Найди и построи с ней отношения. Почему он этого не делает? Я вам объясню, почему. Потому что проще всего возвышаться над униженным человеком, над слабым человеком. А такая женщина, она действительно слабая. А в чем эта слабость проявлена? В отсутствии самоуважения, в отсутствии самооценки и самоценности, в отсутствии психологической зрелости, в огромном наборе убеждений и установок ролевых, огромный набор паттернов негативного мышления. Про психологическую зрелость я уже сказал. Наверняка проблемы там еще и сексуальной энергии, травмы, какие-то блоки, зажимы телесные, о которых говорит телесно-ориентированная психотерапия. И, конечно, у нее нет волевых качеств сказать «нет, я не такая, успокойся, я не позволю, я запрещаю» и показать обратную часть своей личности. Она будет мучиться с ним до конца дней, а он будет постоянно ходить ее обесценивать. Постоянно. Почему? Потому что у него уже есть зависимость причинять боль. У таких мужчин психотерапия определяет вторичную выгоду как садизм. То есть, один может, например, бить и от этого получать удовольствие, а второй переходит к более мягкой форме агрессии, где через критику уничтожает личность, испытывая удовольствие в виде страдания другого человека. Если вы себя здесь узнали и в списках всего того, что я сейчас говорил, под этим видео ссылка на мою программу и такая одна удобная или уникальная. Выпускницами программы уже стало более 1 миллиона 300 тысяч женщин. Можете себе представить? Миллион 300 тысяч женщин. Это женщины, которые за 5 лет существования программы прошли все 5 вебинаров, продиагностировали себя. Я искренне верю в то, что хотя бы 50% этих женщин изменили свою жизнь к лучшему. А продиагностировать себя очень важно и нужно. Поэтому переходите по ссылке из любой точки мира, где бы вы ни находились, абсолютно бесплатно принимайте участие в программе «Я такая одна», удобная или уникальная. До встречи в следующей частиают Продолжение следует...